И всем привет! Недавно я анализировала все вопросы, которые вижу на стримах. Честно говоря, вопросы про персонажей это прям первое место из десяти, потом уже что вкуснее пива или энергетики, ну и далее по списку. На самом деле, так уж получилось, что у меня часто спрашивают про то, как мы создавали персонажей и о том, как мы пришли к их нынешнему виду, состоянию, истории. Поскольку не у всех получается выстроить логическую цепочку создания, люди просто интересуются, а я не то чтобы понимала, как это можно объяснить. Непонятно с чего начать, как сделать, ну знаете и тому подобное. И я обычно не создаю персонажей, только если вот надо дополнить свою уже готовую вселенную. И обычно как раз из-за того, что вселенная готова и там уже много персонажей, с этим проблем просто-напросто не возникает. Но недавно у меня появился еще один ребенок, и я подумала, что на ее примере можно было бы и показать, как я это все сделала. Кстати, у нас же каждую субботу проходят стримы, либо у нас с Перпин, либо только у меня, где мы рисуем и отвечаем на вопросы подписчиков. Но, к сожалению, не все люди могут приходить на них. Поэтому для них как раз таки я и создала отдельную страницу в новом сервисе в Donation Alerts под названием Ask Me, где за донаты желающие могут задать интересующий их вопрос, на который я смогу ответить. Если вы задали вопрос, то вам обязательно придет уведомление на почту, так что вы ни за что не пропустите ответ от меня. Тематика вопросов может варьироваться по вашему желанию, начиная от творчества, заканчивая фактами из личной жизни, если вам это уж так интересно. И чтобы уж начать оставлять свои вопросы, нужно лишь сделать пару простых шагов. Перейдите по ссылке в описании или в первом закрепленном комментарии под этим видео, после чего вложите всю душу в написание послания для меня. Заходи на мою страничку Ask Me в Donation Alerts и спроси, о чем желаешь, и я жду вас, мои котики там. Ссылка в описании. Так вот, ребят, это не гайд, даже не рекомендации. Скорее, стори тайм о том, как я сделала себе персонажа. От чего отталкивалась, что гуглила, о чем думала, где брала идеи и тому подобное. Возможно, кому-то это облегчит работу, ну знаете, или подаст идею. Поэтому не воспринимайте это слишком серьезно, это просто мой персонаж, просто вот сделала, просто рассказала, как-то так. Ну, начинаем? Ну, а раз мы начали, я хочу отметить, что одного желания создать кого-то маловато. Без первоначальной идеи будет очень тяжело, и даже если вы что-то из себя и выжмете, очень большой шанс, что он сможет вам просто не понравиться, и вы будете его переделывать, и просто менять вечность, пока вам он не надоест. А может, вы вообще забьете сразу же. Лучше просто дождаться хоть какой-то идеи, просто минимальной, поискать источник вдохновения. В общем, найти то, от чего можно будет оттолкнуться в будущем. И просто помните, что за один вечер вы, конечно же, можете создать персонажа, но такое бывает очень редко, его в любом случае придется додумывать. Своего этого персонажа я делала пару месяцев, начиная с самой первой идеей, заканчивая уже финальной идеей, и буквально последнюю неделю, когда я ее делала, менялось абсолютно все. Вот, возможно, я просто не постоянно, а у кого-то это происходит намного проще, чем у меня. Те, кто слезит за мной в других соцсетях, уже познакомились с Софой. Это моя большая монстра-девочка, и ее идею я вынашивала действительно очень долго. Просто я не мог придумать и понять, чего я конкретно хочу от персонажа. Я, честно говоря, не любитель таких серьезных взрослых персонажей, не любитель антра, и не в том плане, что я не люблю таких персонажей в целом, просто мне не хотелось себе такого. Лично в коллекцию, так сказать. Человек, у которого в восах цветастые подростки, это прям очень неожиданное желание, да? Это слишком сильно отличающийся персонаж от моих обычных основных персонажей, это правда. Но теперь она уже честь семьи, и я поделюсь с вами, как же вообще получилось, что она не такая, как они. У меня есть подруга с большой такой девочкой, которую я очень часто рисую. Вы видели ее? Мне она просто очень-очень сильно нравится. Прям сильно-сильно. И не спрашивайте, почему. Ответа на этот вопрос вы не получите. Но поскольку абьюзить чужих персонажей не самая хорошая идея, я подумала, что мне нужен такой же ребенок. И не в том плане, что точно такой же. Мне просто захотелось себе девочку с похожими вайбами, так, чтобы у нее была своя вселенная. Но при этом она была частично похожа, скажем так, какой-то самой идеей, но была другой. Как я уже сказала, я хотела бы, чтобы у нее была своя вселенная, совершенно не такая, как у Шивы, но при этом так, чтобы в теории они могли бы оказаться в одной вселенной. Я это очень сложно описала, но надеюсь, я понял. В общем, это была лишь самая первая идея. Прям очень давно она появилась. И меня, как вы поняли, к этой идее подтолкнула любовь к чужому персонажу. Я точно знала, что мне нужна большая монстродевочка на основе какого-то животного, и она будет с военным делом. На этом, на самом деле, их сходства заканчиваются, потому что мне не нужен второй такой же персонаж. Я буквально могу рисовать все время Шиву и не париться, действительно. Но хотелось чего-то другого. И поскольку идеи у меня больше не было вообще, я отложила создание Софы на неопределенный срок и стала ждать нового прилива вдохновения. Ну, то есть, да, я не торопилась с этим делом, и вам не советую. Следующий прилив был, когда я решила, что в истории мне нужен межрасовый конфликт. То есть, люди не любят Софу из-за того, что она не человек, но она им нужна физически, поэтому вроде как там перемирие. Это буквально мои первые мысли, и я даже в кучу их тогда не смогла собрать, но сразу же начала думать. Ну, раз она им так нужна, значит, она должна что-то уметь, что не умеет делать другие. Так она и стала медиком, ну, а после уже психологом, что на самом деле не отменяет первого. Она все еще занимается медициной. Кстати, на рефе написано, что она военный психолог, и что она не разговаривает, и ее боятся люди. И знаете что? Я уже получила по шапке от подписчиков, ну, и всяких мимо крокодилов. Как так вообще психолог и не разговаривает? Фу, банк. Ну, ладно, я шучу, но на самом деле это моя вина, что я решила написать про это потом, а не в первом посте. Ну, блин, ребят. Я честно хочу сказать, что я не дебил. Я знаю, что я написал. Она помогает другим способом, не разговорами, просто я хотела это как-то красиво преподнести, сделать картинку или мини-комикс, просто чтобы подробнее объяснить этот процесс, как, почему и все такое, а не просто сухо написать, типа, ну, вот так, и все такие, а, ну, понятно. Я тоже здесь не буду этого рассказывать, просто подождите, пожалуйста, я правда знаю, что делаю, поэтому можете мне про это не упоминать. Когда я разобралась с тем, кто она такая и чем она занимается, я уже перешла к дизайну. Именно поэтому без идеи было бы очень тяжело. Как можно нарисовать дизайн, не зная хоть что-то про персонажа? За недели, две мозгового процесса я дала ей роль в этом мире, там, профессию, интересы, и уже примерно понимала, что мне нужно нарисовать. Ну, естественно, лишь примерно, поскольку военная форма, это как бы очень сложно, для меня, по крайней мере. И это вновь заняло пару дней, так точно. Сначала я гуглила референсы на Пинтересте с реальной формой военной, потом уже с анимешной, ну, потому что, ну, я же аниме, да, конечно. Там уже подключила логику, начала делать скетчи, и у меня очень много скетчей набралось, трагичных, диджитал скетчей с первыми ее вариантами внешности. Я прям много чего хотела сделать, постоянно все меняла, и самое сложное было, когда я поняла, что не знаю, как она должна одевать, да, как медик или как военный. Остановилась я на втором варианте исключительно, потому что парадная форма выглядит, ну, просто очевидно покраше, чем одежда врачей, ну, и плюс, она лечит людей непривычным всем способом, поэтому одеваться как медик ей просто не нужно. Если я после этого не напишу пост, вы можете меня, правда, ругать, но я сделаю, я сделаю что-нибудь, я объясню, как она это делает. Итак, Софа сделана на основе совы, но это было сделано, на самом деле, не специально. Изначально я просто сделала непонятно что, я вообще не могла понять, просто какая-то девочка с ушками, от чего отталкиваться дальше, непонятно, но просто методом логики, методом тыка, я выбрала сову. Внешне она вышла похожей как раз на нее, поэтому я просто потом добавила какие-то отличительные черты, то есть там перья, лапки, сделала ее пушистой, но последняя скорее просто, потому что мне очень сильно захотелось, потому что я подумала, что с ней очень кайфово было бы пообниматься. Вот так вот. Ну, и далее уже идет сама история, историю я тоже здесь не буду рассказывать, потому что я хочу ее подать в виде артов, комиксов, прочего, 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 поэтому простите, пожалуйста, здесь я делюсь только тем, как я создавала самого персонажа, то есть только процессом. После всего, как я ее придумала, у меня уже просто поперло, я уже начала продумывать все, и я придумала ей лор. Что касается имени, это очевидно, Софа-сова, я вообще изначально гуглила сову на других языках, но там абсолютно какие-то неинтересные слова попадали, скучные, и я просто тогда заменила букву, одну поменяла ударение, и вышло то, что вышло. Имена на самом деле всегда для меня такое не самое сложное, имя оно придет в любом случае, вот дизайн, вот история, вот там надо думать. В общем, ребят, как-то так, я надеюсь, это видео вам хотя бы немножко помогло выстроить какую-то цепочку, от чего отталкиваться, от чего думать, всего такого. Я лично больше предпочитаю реальных людей создавать с реальными проблемами, но почему-то мне захотелось себе вот в коллекцию ребенка, который не будет человеком, она будет серьезной, она будет взрослой, ну вот захотелось, и вот теперь она у меня есть. В общем, ребят, делитесь своими вариантами того, как создать персонажа, возможно, у вас какой-то другой способ, я бы действительно почитала, потому что она еще в процессе, мне надо много чего придумать, делать, нарисовать, возможно, вы поможете другим, было бы чудесно. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на инст, твиттер, на вк, именно там будут все картинки по ней, вся история, если вам интересно. Ну и всем большое спасибо за просмотр, и всем пока!